Приветствую вас! Чтобы, наверное, не нарушать границ специализации, чтобы грамотно вам ответить на вопрос, наверное, нужно будет сказать так. Во-первых, ну вот, вы пишете такую вещь, что человек уже достаточно взрослый, значит, ведет себя довольно странно в том, что касается еды. Соответственно, просто так, ниоткуда взяться подобное не могло. То есть, если такое поведение есть, значит, оно объективно чем-то обусловлено, значит, у него есть причины у этого поведения, и нужно с этими причинами разобраться. То, что вы не понимаете, почему человек так всегда ведет, это скорее говорит о том, что вы не знаете каких-то причин, вы не отдаете себе в них отчета в этих причинах, и, соответственно, эти причины не являются чем-то, что вам понятно. На первый взгляд, значит, на первый взгляд хочется сказать, что наиболее вероятно, с точки зрения именно психологии, у человека развился определенный комплекс. То есть, определенный комплекс, либо, значит, либо фобия. То есть, человек либо чего-то боится, либо чего-то стесняется. Причем, стесняется очень сильно, настолько сильно, что даже не показывает вам, то есть, у него нет доверия к вам, он чего-то опасается, и опасается очень сильно. Естественно, это не могло появиться просто так. Естественно, что у этого есть свои причины. А какие причины, конечно, сказать не представляет за возможность, ну, хотя бы потому, что мы этого человека не знаем, и с ним мы знакомы, по сути дела, заочно только от ваших слов. То есть, тут нужно анализировать именно причины, значит, это первое, значит, даже анафобическое расстройство и комплексы. Но это не единственная причина, причина, и может быть, конечно же, могут быть и еще причины, но связаны они уже с несколько более серьезными нарушениями психики. И если это вот действительно так, то тогда вам нужно будет уже обращаться к психиатру, чтобы он вам оказал помощь. То есть, я не хочу вас впугать, я не хочу как-то, знаете, нагнетать обстановку. А вот мне это не нужно. Но и вы поймите, что ситуация достаточно серьезная. И нужен самый-самый-самый-самый-самый-самый детальный анализ того, что происходит для понимания причин поведения. То есть, может быть, человеку уже пора проходить курс лечения, может быть, ему нужна помощь, серьезная помощь. Либо вы, может быть, что-то не так поняли для себя. Такое, в принципе, тоже вполне себе может быть. В любом случае, анализ не обходи, а в любом случае определить то, почему так и то, что произошло, нужно. Для этого очень желательно, чтобы вы более подробно описали ситуацию. Сразу бить тревогу не стоит, конечно. Ну и затягивать с этим, тянуть с этим также не нужно. Потому что может быть еще хуже и может быть изменение поведения мужчины. Я имею в виду, вполне может быть такая ситуация, что поведение человека станет более неукравляемым. И, соответственно, может быть такая ситуация, что он начнет представлять для вас опасность. То есть, например, может, допустим, он подумает, например, что вы у него, например, как-то крадете его еду и, в общем, может начаться довольно неприятная ситуация. Это все нужно исключить, чтобы этого не было и чтобы вам ничего не угрожало. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, потому что помогу. То вам в любом случае нужно проконсультироваться у психиатра, пока что вот так вот, чтобы вам помогли понять, что же, собственно говоря, происходит. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите их в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, поблагодарим, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok